АВТОШКОЛ Новые программы при этом станут длиннее. Теоретическая часть по категории «Б», к примеру, на 34 часа. Увеличили и количество часов на учебное вождение. Тем временем под контроль хотят взять водители общественного транспорта и дальнобойщиков. Минтранс России создаст новую систему на основе ГЛОНАСС. На эти цели направят 60 миллионов рублей. Сегодня контроля за перевозками опасных грузов и пассажиров практически нет. Исправить ситуацию планируют в течение года. К сентябрю 2015 программа уже будет готова. Китай обеспечит Россию недостающей продукцией. Соседние государства откроют площадку прямого экспорта овощей и фруктов на Дальний Восток. По сути, это будет огромный оптовый рынок в зоне таможенного контроля. Время оформления грузов сократится благодаря установленному видеонаблюдению, поскольку не будет необходимости проверять товар повторно. А вот российские чиновники обеспокоены повышением ставок по ипотеке. За первое полугодие средний процент составил 20,2%. Это чуть ниже результатов прошлого года. Но участники рынка озабочены тем, что банки уже начинают корректировать ставки. Крупные финансовые организации пока держат ситуацию под контролем. Но небольшие уже увеличивают проценты. Поэтому чиновники планируют контролировать ипотечную сферу, чтобы к осени не было резких повышений ставок. Продолжение следует...